приветствую дорогие друзья коллеги продолжаем работу по книге робита делаются фокусы языка и сегодня мы работаем с 4 главой ценности критерий первое с чего начинается эта глава это определение места в рамках структуры вообще говоря значения там в рамках структуры того что мы осознаем в качестве очевидного качестве достоверного качестве осмысленного в этом смысле слова можно было бы сказать что делаются помещают категорию ценности критерий в именно в контекст того что называется именно смыслом то есть что мы видим смысл того что мы видим конкретном явлении или сообщении определяется рядом элементов которые входят в структуру здесь можно иначе может быть назвать структуру смысла но параметров определяющих собственно этот смысл и в качестве таких структур до таких элементов выделяю сразу по большому счету два ключевых элемента смысл это что такое это некого рода напряжение или результат соотнесения карты и территории с точки зрения на у пэпи что он значение является функцией смысл функции взаимоотношения карты и территории разные карты порождают различные внутренние значения для одной и той же воспринимаемой территории один и тот же случай или опыт связанный с внешним миром имеет разные значения или значимость для различных людей и в различных культурах в зависимости от их внутренних карт то есть смысл в данном случае это отождествляется как мы сказали с значением убиваются зависит от двух вещей где и что объективно и главное кто и как воспринимает это по большому счету дилдс выделяет несколько ключевых элементов связанные с вот этим структурой значения что его определяет что собственно что мы увидим том или ином опыте первое это называемые репрезентации внутренней репрезентации то есть цвет тон и так далее субмодальность то что также называется отдельная тема она будет позднее рассмотрена и так то как мы считываем что является какой параметр реальности слуховой или визуальной или кинестический является для нас ключевым в схватывании реальности второй момент это контекст контекст внешне в данном случае больше привязаны именно к территории где находится человек при каких условиях какое время осуществляется то или иное действие которое мы осознаем и так далее это все будет определять смысл того или иного события пример с театром до выстрелы на сцене выстрелы на улице имеет разный смысл далее речь идет о фреймах на самом деле это такой же контекст только скорее внутренний контекст то есть это такие фильтры до сквозь которые мы смотрим например мы хотим чего-то и это определяет смысл того что мы видим перед нами человек и в зависимости от того какова наша базовая актуальная потребность мы замечаем тот или иной параметр который соответствует или не соответствует но это первое что бросается в глаза этой потребности лету намерению у нас есть проблема и мы смотрим на ситуацию с точки зрения проблемы или с точки зрения например ситуации обратной связи это разные способы восприятия оценки реальности меняется фрейм меняется смысл и так кроме репрезентации кроме контекста есть еще один элемент определяющую структуру смысл определяющий смысл это средство передачи информации или то что называется каналом передачи информации это зрительный образ или мы говорим да устно да то есть мы воспринимаем на слух эту информацию то есть здесь важно отличать от того как мы сами переживаем от того как нам сообщается это на какой именно канал задействован репрезентации это доступ к реальности через что мы контактируем с ней какой канал является первичным для нас когда я обычно о чем-то задумываюсь для меня понять что-то означает увидеть соответственно первичный доступ к смысл у нас будет визуально и канал связи с нами условно говоря будет наиболее адекватным да тот который связан с зрением однако естественно не только здесь да в этом состоит определяющее значение вот этого канала и так еще один элемент это так называемые мета сообщения мета сообщения это такое блок или компонент сообщения которые как бы подсказывает какой смысл имеет то что я говорю или то что я сообщаю ну например когда я говорю какую-то фразу смотри какой смотри какая собака бежит вроде как нейтрально стоит добавить мне например интонацию смотри какая сам и уже меняется смысл потому что вот эта интонация это и есть мета сообщение если сообщением является сама информа информация указания на конкретный объект то интонация который я показал например смотри я показываю демонстрирую смотри какая удивительная собака то есть не просто указание но еще и эмоция да вот эта интонация указывает и это же мета сообщение данном случае это была интонация определяет структуру смысл который будет переживаться и в этой связи дилс пишет достаточно важную вещь на самом деле действительно очень интересная и правильная мысль которая очень часто нами забывается в общении что то что мы говорим не так уж важно важно как это воспринимается другим человеком именно это является критерием того что он услышал поскольку указывает на те фильтры глазами которых он собственно воспринимает то что мы ему сказали мы очень радушны мы хотим произвести хорошее впечатление но человек слышит угрозу или еще что-то это означает не то что мы плохие но это означает что мы что-то не учли той речи которую мы говорим какие-то параметры важные для нашего собеседника и так он говорит следующим образом значение информации для адресата является реакция значением информации для адресат является реакция вызываемая эту информацию адресата независимо от намерения которое было сообщающего эту информацию и замечательная формула мне прислали очень точная аналогия того самого принципа истинно в ушел в ушах слушающего они в устах говорящего и классический пример такой достаточно известные да про замок где жители замка были в окружении и в какой-то момент последний их акт такого борьбы состоял в том что они выбросили все продукты как бы по ту сторону стены и это было конечно хитростью да и это было правильно воспринято да то есть они решили что изобилие продукт то есть пришельцы вот эти вот осаждавшие ждали что уже вот скоро сдадутся поскольку просто изголодали но увидев это они подумали что это было некое изобилие продуктов да который позволяет жителям замка выбрасывать их на руку чтобы подразнить солдат то есть это как раз пример прекрасный пример учета тех фильтров или установок которые в данном случае осажденные продемонстрировали в этом акте выбрасывания продукт которые им безусловно были сами нужны но попадание в эту картину мира в этот фильтр изменила ситуацию а именно замок был освобожден то есть его перестоив осаду сняли кроме того и вот здесь собственно dilts переходит к такой компоненте как ценности убеждения ценности критерии это смысл то есть зачем зачем по своей сути значение является продуктом наших ценностей и убеждений ценности убеждения это еще один компонента определяющую структуру того что мы осознаем его смысла этого переживания или опыта ответ на вопрос почему наиболее значимым нам представляет сообщение события переживания которые наибольшей степени связаны нашими центральными ценностями убеждения связанные с причинно-следственными связями соотношение между воспринимаемыми событиями нашими ценностями немалой степени определяют значение то есть между ценностями да и тем как реальность с ними взаимодействует или связан изменение убеждений ценности способны изменить значение наших повседневных переживаний и собственно этим и занимаются фокусы языка они показывают или укрепляя связи ценностей с реальным опытом например с каким-то критериями параметрами которыми я верифицирую достоверность реальности либо наоборот ослабляют или трансформируют эту связь ценности с реальностью и так еще следующий такт теперь уже погружение что называется в суть проблемы это ценности и мотивация ну понятно в общем тут и без какой-либо особой подготовки что ценности выступают как дополнительный фильтр то есть один из элементов определяющий смысл и расставляющих как бы знаки припинания в том опыте который не структурированный нами имеется наши ценности определяют то какие знаки припинания мы ставим и какое значение придаем своему восприятию или ту или иную ситуацию от этого зависит какие мысленные стратегии мы выберем конкретной ситуации в конечном счете каковы будут наши действия человек ценящий безопасность будет постоянно рассматривать ситуацию видеть с точки зрения потенциальной опасности ценитель развлечений будет искать ситуацию где он сможет удовлетворить эту потребность до реализовать эту ценность и так далее в этом смысле до ценности определяют наши мотивы здесь отдельная тема если посмотреть на эту же главу с точки зрения деятельности психологии поскольку цель точнее мотив появляется в тот самый момент когда появляется цель и в этом смысле слова ценность определяет нашу мотивацию в тот самый момент когда она предмечивается как цель повторю да в рамках например той же самой деятельности психологии леонти выгодские другие то есть советская школа мотивация то есть драйвер да у нас появляется в тот момент когда мы видим конкретику желание или какая-то потребность она предмечивается в каком-то объекте который будет удовлетворять эту потребность и вот собственно это и означает что цель должна воплощать какую-то потребность которая отражена для нас всегда в определенном образу фиксированной ценности и когда мы мотивированы чем-то это и означает две вещи потребность воплотилась в предмете и ценность тем самым тоже то есть она воплощена в конкретной цели ценность а предметилась через те условия в которых я нахожусь отдельная тема на самом деле можно достаточно интересно дать развитие но пока двигаемся дальше здесь есть вот такая глава в развитии темы до ценности и мотивов что они связаны определяют друг друга внутренние критерии ценности написано суждение более точно было бы написать оценки да то есть центре внимания стоят отношения между внутренними критериями то есть параметрами по которыми я вообще верифицирую ситуацию как например хорошую или плохую и так далее и собственно самими ценностями каково различие между ценностью и критериями глубинными критериями понопе ценности нередко отождествляются с так называемыми критериями однако эти понятия не вполне идентичны или синонимичны ценности связываем с тем чего мы хотим то есть то о чем мы сказали да потребность должна быть опредмечена в какой-то ценности то чего мы хотим или о чем мечтаем критерии же относится к тем стандартам или признакам это нижний уровень да вот если эту схему которую будем разбирать в следующей главе использовать да то есть условно говоря ценности это у нас верхний уровень критерии это нижний уровень я или мои потребности здесь у нас цели возникают то есть для того чтобы увидеть какую-то цель я должен через соотнесение с реальностью с какими-то критериями условиями да я должен эту ценность соотнести с условиями в которых я нахожусь и тем самым и ценность и ценность и потребность центральный элемент структуры убеждений опредмечивается в какой-то цели но собственно то о чем мы говорим сейчас это развлечение развлечение двух элементов ценностей и критериев с точки зрения лп и вообще обоснованно это разные вещи ценности определяются нашими желаниями потребностями а критерии определяются условиями или опытом или первичными достоверностями того что мы называем реальностью то есть условно говоря это карта или общее представление о мире о моей идентичности а это тот первичный опыт которым я верифицирую что нечто является реальным идентичность и реальность цели всегда есть эффект соотнесения одного с другим и так возвращаемся собственно к теме напоминаю здесь мы соотносим критерии и ценности и так говорит о том что критерии часто ассоциируются с ценностью но ими не являемся о чем мы сказали критерии применимы к любому количеству уровней переживаний критерии могут быть экологическими поведенческими интеллектуальными равно как и основаны на эмоции с этой точки зрения ценности схожи с тем чтобы нлп получила название глубинные критерии по большому счету и то и другое можно было бы назвать глубинными критериями да то есть это последние основания для определения какой смысл имеет то или иное переживание суждение или сообщение и так этот раздел посвящен развлечению двух этих понятий говорит о том что очень часто мы считаем что обладаем одними теми же ценностями как увидеть различие да например берем двух людей говорим каждый из них обладает общей системой ценности они думают что это так но даже если технически то есть номинально каждый из них будет говорить одно и то же например семья или гармония на уровне критериев то есть на уровне того а как какое ощущение для человека означает эту гармонию вот тут мы встречаем различие очень часто внешне схожие ценности на деле вызывают конфликты потому что на уровне критериев люди предъявляют совершенно разные вещи активный образ жизни дали активный отдых ценности для одного для другого но для одного исходя из вот темперамента особенностей это поездка например на дачу активный образ жизни а другого подъем на гору и тут конечно возникает нюансы если они попытаются отдохнуть вместе ну и так далее есть несколько вариантов раз уж про конфликт да разрешение этих конфликтов идиус говорит о том что как можно согласовывать или разрешать эти конфликты и перечисляет три основных элементов разрешения именно на основе вот этого различия исходства одновременного до связи точнее ценности и критериев и так первый способ разрешения конфликта сцепление критериев и ценностей за счет их переопределения второе разделение с целью определения критериальных соответствий то есть когда мы разделяем от отрываем как бы ценности от критериев и делаем например другие ценности более реальными то есть по сути мы меняем убеждение в этом как бы смысл и состоит что значит поменять убеждение означает ценность привязать к другому Вот то, что мы в этой схемке нарисовали, по большому счету это может значить только одно. Переубедить означает оторвать ценность от критерия 1 и привязать к критерию 2. Вот это означает увидеть новые цели и сформировать новый тип убеждений. Итак, сцепление критериев и ценностей за счет их переопределения. Здесь приводится пример с расширением производства на одной стороне, например, для главы компании или для директора. Для сотрудников это безопасность. Как разрешить этот конфликт? Самый простой – увидеть немножко по-другому и расширение производства, и саму безопасность. Что это означает? Это означает, например, в расширении производства увидеть совместную работу с разными людьми, а в безопасности – сближение. То есть мы ищем, мы из крайности исходим, потом ищем более близкие промежуточные состояния, ценности и критерии, которые гораздо ближе друг к другу находятся. И расширение производства интерпретируется или осуществляется рефрейминг его переопределения как совместная работа с разными людьми. Для сотрудников, соответственно, безопасность понимается через взаимодействие, через идентичность или через ощущение себя частью группы. И мы видим, как это на самом деле вполне себе может согласоваться. Если выражать это схематично, то вот примерно так. Профессионализм на одной стороне, свобода на другой. Личностная целостность с одной стороны, самовыражение с другой. То есть вот она, спайка происходит противоположных элементов. Это образец в рамках того задания, которое здесь дается у нас на 72-й странице. Как это работает с критерием. И, соответственно, вот схема, можно почитать. Пока двигаемся дальше. Второй путь разрешения конфликтов, или, по крайней мере, конфликты не обязательно конфликты, имеются какие-то проблемы, связанные с различием в убеждении. Мы можем, например, сделать что? Мы можем разделить критерии ценности. То есть, да, о чем мы уже сказали. Взять и отделить одно от другого. Сказать, что, ну, как бы, давайте будем понимать это немножко иначе. Вот. И отделив, мы оказываемся способны что сделать? Мы оказываемся способны привязать старые ценности к новым критериям. Ну, здесь Дилтс не прям так прямо все проговаривает, но, тем не менее, что в этом тексте, в этом подпункте, да, втором подпункте инструментов работы с убеждениями говорится, а именно с разделением. Первое и самое важное, нужно выявить вот эти глубинные критерии, на которых зиждется наше понимание реальности, и к которым мы, собственно, привязываем наши ценности. Да, здесь не сказал, да, требуется конкретика по применению. Но, собственно, как с вот этими инструментами работать, да, требуется дополнительное изочинение. Но это отдельная литература, отдельная тема. Вот. Возвращаюсь все-таки сюда. Разделить. Разделить. Но, чтобы разделить, нужно сначала выявить глубинные структуры, которые определяют реальность того или иного явления. И здесь даются задания, сенсорное восприятие, мотивации и прочее. Вот. Тут же возникает один из ключевых паттернов фокусов языка стратегии реальности. То есть это выявление определенной последовательности, иерархии критерия, благодаря которым мы отличаем фантазию и действительность. Здесь говорит, для нашего мозга, по большому счету, да, разницы между тем и другим нет. Это все внутреннее репрезентация, то есть это внутреннее содержание. Вот. И как отличить одно от другого? И у каждых людей это, на самом деле, своя стратегия, свой подход. Для чего, например, очень часто мы в речи используем метафоры, образы и так далее. Как раз именно для того, чтобы какую-то мысль сделать для человека живой. Ну, здесь очевидно, да, риторика, чем она занимается. Не только логикой занимается. Она занимается именно тем, чтобы выработать некий образно переживаемый объект. То есть перевести смысл абстрактный в образ, в то, чему легко переживать. Да, почему мы, например, когда слушаем кого-то, рассказывающий у трибуны какую-то историю, нам важно видеть его глаза. Нам важно, как он к этому относится. Потому что то, как он об этом говорит, он мета-сообщением посылает еще историю про самого себя. Это один момент. Он сам является прямой иллюстрацией того смысла, о котором он говорит. Поэтому, если мы смотрим в бумагу, мы обрубаем для слушающего возможность пережить, а что это значит, а как это на личностном уровне, что это значит. Прекрасный пример, например, Лекции Саватеева. Какие бы абстрактные темы он ни брал, он проживает этот смысл. Мы понимаем, что вот эта абстракция, она имеет вот такое значение. Ну и так далее. В конечном счете, все детали брать не буду, здесь можно будет посмотреть. В конечном счете, Adilus предлагает поработать со стратегией реальности и дает такой вот список ключевых критериев, по которым мы определяем, что реально, что не. Достаточно важный пункт, остановлюсь немножечко на нем. Например, хронология. Очень важно, что было первичным. Вот эта первичность чего-то в нашем опыте определяет, что оно воспринимается как более реальным. Часто переживает, кажется нам реальным, потому что оказывается первая ассоциация. Второе. Задействовано множество репрезентативных систем. Когда мы о чем-то говорим, мы должны сказать, показать, может быть, не только показать, но дать потрогать, ну и так далее. Это делает объект или смысл более реальным. Субмодальность. Сенсорные качества внутреннего опыта, которые здесь задействуются. У каждого он свой. Непрерывность. То есть согласованность элементов между собой. Одно переходит в другое. Логическая плавность. Правдоподобие. То есть оценка общей вероятности. Насколько это вообще возможно? Чтобы в театре прозвучали вот такие выстрелы реально. Маловероятно. И поэтому мы можем воспринять даже реальные события за постановку. Контекст, детализация, обстановка и так далее. Конкретные детали окружающие, которые, собственно, могут способствовать реальности того или иного явления. Или наоборот. Конкурентность. На реальность какого-либо переживания и на восприятие влияет также то, в какой мере оно вписывается в наше представление относительно наших привычек и ценностей. Ну, то есть, насколько, вообще говоря, это соответствует нашим ожиданиям. Вообще, ну, как бы, да, оно мне по душе. Если что-то мне не по душе, ну, может быть, его и нет. Вот, как бы так. Мета-воспоминания. Нередко у человека воспоминания о процессе создания мультипуляции воображаем переживанием. Это мета-воспоминание может оказаться главным элементом стратегии реальности. Подобные процессы можно усилить, особым образом помечать искусственно созданные переживания. Помещать их как рисунок в воображаемую рамку. Вот. То есть, это дополнительное, как бы, сопровождающее конкретный опыт, элемент переживания. И он таким образом фиксирует, да, его, делает более реальным. Я чувствовал вот это, и в этот момент мне пришла вот эта мысль. Значит, ключи доступа. Движение глаз влево-вправо. Ну, то есть, когда речь идет о чем? В НЛП вот эти вот паттерны движения, они согласованы с определенными кинестетическими, визуальными и так далее актами. И когда мы определенным образом проживаем какой-то смысл, мы можем его соотносить либо с прошлым, вспоминая, да, либо с реальностью, переносить на область ощущений и так далее. Или сами эти движения нам помогают ощутить правильно тот смысл, который мы переживаем. То есть, задают его качество более реальное и так далее. Такое подкрепление на уровне физиологии. Так, ну, да, здесь задание, эпизоды из детства, когда придается реальность и так далее. Вот, предлагается поэкспериментировать немножко с личными ощущениями. Вот, и здесь стратегия реальности, ну, собственно, да, она говорится о том, что на самом деле стратегия реальности является действительно одним из ключевых паттернов фокусов языка, да. И для чего фокусы языка нужны? Для того, чтобы вот эти связки между критериями и ценностями, да, делать, либо более усиливать их, да, либо делать более мягкими, вот такими, ну, не сказать, слыдкими или какими-то еще, да, но пластичными. Вот. Вообще, фокус языка, судя по тому, как Дилтс это проговаривает, это, конечно, не теория аргументации, не такой прикладной аргументативный дискурс, который участвует, например, в курсах по... там, фокусов языка реализуется, это, скорее, именно, ну, своего рода психологический сеанс, да, то есть это для психотерапии в большей степени приемлемо. Вот. И тогда вот на этом ракурсе фокусы языка становятся более объемными, и вот в этом основной элемент, да, то есть не поспорить и не доказать, а как бы раскрыть, да, более глубоко содержание убеждений, сделать их более пластичными или, наоборот, зафиксировать. Ну, именно для психотерапии. Так, и, собственно, последний, третий элемент это объединение, или то, что можно назвать, соотнесение разных или противоположных примеров. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы выявить иерархию ценностей и критерий. Ну, самый простой пример, о чем идет речь. Выявление иерархии ценностей различных людей чрезвычайно важен для успешного разрешения конфликтов, переговоров, общений. Убеждения могут быть общие, но при этом для кого-то центральный элемент, например, ценностей или критерий может быть разным. Для кого-то семья более значима, чем работа, а для кого-то наоборот. И кто-то говорит, да, семья – это важно. Но при этом всем, при дальнейшем действии, да, этот человек сделает все, чтобы, например, реализовать себя на работе, а не в семье. Хотя он понимает, ну да, но это просто идет вторым планом. И вот эта иерархия может быть использована для того, чтобы показать или выявить, по меньшей мере для начала, собственно, структуру самого взгляда человека. Для того, чтобы, например, трансформировать его позицию по какому-то взгляду, сказав, ну смотри, ну это же важнее, чем это. Или ты считаешь по-другому. Ты же раньше исходил из этого. Или, например, ты сейчас видишь, что это важнее. Жизнь важнее, чем здоровье. Или жизнь другого важнее, чем твое здоровье. Или, и вот это движение по этой иерархической лестнице делает те или иные убеждения более сильными или более слабыми. Итак, собственно, движение по противоположному примеру здесь состоит простой вещью. Одним из основных способов выявления иерархии ценностей человека является поиск так называемых противоположных примеров. По сути дела, противоположные примеры представляют собой исключение из правил. Приведите пример тому, что вы могли бы сделать, но не делаете. Например, не стану пользоваться туалетом, предназначенным для лиц противоположного пола, потому что противоречит правилам. Следовать правилам общественное порицание как основание. Хорошо, а что могло все-таки вас заставить? Да, но. Да, но. И тогда берется критерий более высокого порядка. Вот. И таким образом мы выявляем на противоположных. Да, хорошо. Но все-таки что еще может заставить? То есть противоположные что? Вот. Что еще может заставить? И в принципе тот же самый код, когда мы объединяем противоположные примеры. Вот. Например, в таком ракурсе. Как показано в примере, идентификация противоположных примеров способна, по-моему, раскрыть критерии более высокого уровня. То есть да, но все-таки. А что еще? То есть мы как бы погружаемся вовнутрь. С внешнего уровня поведения. Это то, что у Дилца будет под именованием пирамидологических уровней. Вот этот поверхностный уровень, уровень поведения. Через эти противоположные примеры. Или как бы, а что кроме? Мы двигаемся с внешнего как бы вовнутрь, на более индивидуальный. В качестве такой метафоры, такой идеи, наверное, можно сказать таким образом. Это логика, которая в жизни у нас встречается в моменты испытаний. Мы вообще все хотим счастья. А что конкретно? А что конкретно зависит тогда, когда у нас появляется выбор. Или когда сужается круг возможностей. Вот тогда мы обращаемся к чему-то более существенному в самих себе. Без вызова, без вот этих ситуаций, разрыва, противоположения. Мы на самом деле не можем сосредоточиться и самоопределиться. Мы достаточно поверхностны. И ровно это отражается вот в этом паттерне иерархии критериев. То есть для того, чтобы выявить более глубокие, нам нужно создать ситуацию. Или столкнуть два убеждения друг с другом. И тем самым мы как бы выявляем более основные, более глобальные, ключевые критерии и ценности отдельно взятого человека. Ну, так, тут уже в завершении. Да, как это работает. Источник разногласий в маркетинге. Как это все функционирует. И да, это помогает все повысить эффективность убеждения. Заставляет людей отвечать на подобные вопросы. И помогает им выйти за рамки привычного мышления. Ну, то есть то, о чем мы сказали. За рамки поверхностности своей собственной и своего способа мышления. Вот, обратиться к более важным основаниям своей собственной личности. Ну, вот здесь дается метод определения иерархии критериев. Достаточно четко он прописан. Очень интересно. Можно почитать. Я сейчас не хочу тратить на это много времени. По большому счету, то, что мы ранее сказали, здесь представлено в такой вот последовательности движений логических от поведения к идентификации. То есть, погружение вот в это основание поведения человека. И описано то, как снимать, преодолевать ограничивающие критерии или ценности. Какой рычаг используется, подстройка и так далее. Опять-таки, рекомендуем почитать. То есть, ну, возвращаясь к теме, иерархии ценностей, критерий. Ну, если смотреть на пирамиду, мы как бы вот с этого уровня внешнего двигаемся к тому, что можно назвать, в словом говоря, стержень или ключевые базовые установки человека. Вот, если немножко проиллюстрировать это. Та же самая идея, например, структуры смысла. Это уже комментарии сейчас идут к структуре смысла, взятые из риторики. Вот знаменитая, да, что говорит определяется тем, кто, почему, зачем, кому, как, когда и где. И эти параметры важны, например, если вы выступаете публично, или входите в аудиторию, или входите в кабинет. Важно учитывать, что эти вопросы, они звучат. И звучат в той или иной последовательности. Но они должны получить ответ. Вот. И если вы не даете, за вас дают этот ответ, определяя, собственно, что значит то, что вы... Говорить. Да, и вспоминаем историю про замок, да, и брошенные продукты. Ну вот, собственно, так, в двух словах относительно следующей главы, четвертой главы, ценности и критерии. Здесь мы говорили про несколько ключевых паттернов убеждения. Это иерархия ценностей и стратегия реальности. Ключевой элемент убеждения меняется, если мы меняем соотнесенность, соединяя или, наоборот, различая ценности и критерии. Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно и полезно. Спасибо. Продолжение следует...